Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Google таблиц в SendPulse. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Google Sheets в другие системы. Например, в SendPulse подписывать клиентов на рассылку и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Теперь необходимо указать действие, загрузить новые строки. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке активной аккаунта, выбираем его и продолжаем настройку. Теперь необходимо указать файл и лист Google таблицы, из которой будут передаваться данные. Также укажите, с какой строки будет происходить выгрузка данных. Если у вас в таблице, например, 1000 строк и вы хотите начать загрузку с последней из них, то вам необходимо указать в этом поле цифру 999. У меня в таблице находится одна строка, поэтому я ставлю единицу. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем продолжить. Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем далее. На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем SendPulse. Теперь необходимо указать действие «Добавить новый email». Теперь необходимо подключить ваш SendPulse к системе Apex Drive. Чтобы получить данные для заполнения этих полей, переходим в личный кабинет SendPulse. В настройках аккаунта в разделе API скопируйте данные и вставьте соответствующие поля в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке активной аккаунты, выбираем его и продолжаем настройку. Теперь необходимо указать адресную книгу SendPulse, в которую будут передаваться данные. Далее необходимо заполнить поля переменными из Google таблицы. Для этого необходимо кликнуть в поле и выбрать переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем отправить тестовые данные в SendPulse. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!